Пандемия изрядно потрепала ни одну отрасль, в том числе досталась и рынку недвижимости. Его структура претерпела изменения, говорят эксперты. Какие проблемы сегодня испытывает отрасль, как изменится рынок жилья и выгодно ли вкладываться в квадратные метры? Обо всем прямо сейчас. Это программа интервью в студии Регина Ким. Здравствуйте. Итак, о проблемах отрасли поговорим с председателем Союза строителей Казахстана Талгат Ергалеев на связи. Талгат Файзулевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с какими проблемами вы сталкиваетесь? Какие проблемы сегодня испытывает строительная отрасль? Основная проблема это отсутствие и дефицит кадров не только специалистов, но и просто рабочих рук. И второй момент это стимулирование рынка. Это обеспеченность наших граждан, которые хотят приобрести жилье, это обеспечение финансами. И отсутствие покупательской способности у населения. Ну что ж, а вообще как можно сегодня решить проблемы? У вас, я знаю, есть какие-то предложения? Вот озвучьте их. Однозначно, мы все время находимся в рынке. Мы находимся в реальном секторе. Мы каждый день с этими вопросами сталкиваемся, общаемся со строителями. У нас 16 филиалов, более 800 членов, около 100 тысяч человек работают в нашем Союзе. И, соответственно, мы решение знаем. Все это время мы также ошибались, думали, что за счет открытия учебных курсов, различных колледжей, профтехобразования мы можем обеспечить рынок, заинтересовать людей, чтобы в эту отрасль пришли люди. Оказалось, это совсем не так. Сегодня подрастающее поколение не ходит работать не только в индустрии производства и в сельском хозяйстве. Поэтому надо действовать параллельно и привлекать, делать отрасль очень интересной. Сметную стоимость повышать на зарплату. Когда зарплата, может быть, будет выше, люди будут приходить. Вопрос в том, что количество людей, которые работают на рынке, она ограничена. Мы просто перетянем с другой отрасли. Это тоже не решение проблемы. Одно из решений проблемы – это привлечение зарубежных специалистов, зарубежных работников и с дальних зарубежей, с близких зарубежей. Сейчас границы закрыты, с этим очень сложно. Весь мир живет за счет иммигрантов. Почему нам не перенять этот опыт? Второе решение по второму вопросу – это решение вкладывания в недвижимость в период строительства. Есть ипотеки, есть государственные программы, это очень хорошо. Но дело в том, что они все рассчитаны на готовое жилье. Здесь некоторые компании на рынке имеют более какие-то привилегированные положения в период строительства, имеют право вкладывать. Это единицы компании, да? Один-две. А остальные компании, которые находятся в рынке в больших городах, в областных центрах, они не имеют, нет возможности, чтобы строящиеся объекты в эти программы вкладывали. Тогда мы рынок простимулируем. Сейчас вопрос в том, что если дом готовый, через ЖИСРОЙСБЕРБАНК, через другие программы можно приобрести. Вопрос в том, что именно строить у людей не хватает денег. А поэтому надо вкладывать в строительство, симулировать рынок, давать возможность вкладывать в государственные программы в период строительства. Вот простое решение. Вот, Алгат Файзулевич, вы сказали по поводу привлечения кадров из-за рубежа, по поводу привлечения дешевой рабочей силы. Насколько мне известно, ответственное ведомство как раз-таки считает, что это мешает, это влияет на экономику отрицательно нашей страны и не дает работать нашим гражданам. Вот скажите, насколько привлекательна отрасль для наших граждан? Вообще вот дефицит кадров. Почему у министерства одна позиция, а у вас другая позиция по этому вопросу? Я не хочу в чем-то в некомпетенции обвинять, но мы-то знаем, мы в рынке, в реальном секторе находимся. Министерства труда и социальной защиты, они просто как бы отдалены от реальной жизни. Они же не строят, они не работают. Мы-то эту проблему хорошо знаем. Ну, тогда продолжайте делать то, что делали до этого. Толгатов Фазюлевич, я правильно понимаю, что наши граждане не готовы строить, не готовы заниматься строительством, поэтому вам приходится привлекать из-за рубежа рабочую силу, но при этом это дорого сегодня. Вот если лаконично. Такая сегодня ситуация, на ваш взгляд. Неправильная постановка вопроса. У нас, наши люди будут работать, но у нас не хватает людей. Всего лишь 8 миллионов работоспособного населения. Они все рассеклись по всем сферам. Госаппарат, нацкомпании, местоисполненные органы, квази-государственный сектор, коммунальные хозяйства. А вот в производстве, где производят строительство, в сельскохозяйственных людей практически нет, мало осталось. И то, получается, перетягивают этих людей. Вот вчера только разговаривали, нету автодорожников, об этом говорили, то есть автогридеристов. 750 до миллиона платят, готовы платить автодорожники. А нету этих специалистов на рынке. Тогда, если сегодня Министерство социальной защиты утверждает, что все хорошо, и мы, наоборот, уходим в ситуацию, тогда пускай продолжают работать так, как есть, и тогда все будем сидеть и будем успевать осваивать те объемы, которые у нас имеются. Хорошо, оставим так течь, тогда будем жить с этим вместе и будем продолжать. Вот потом это... Одним словом, будем иметь то, что имеем сегодня. Хорошо? Тогда давайте так, если они правы. Но мы говорим, как есть. Мы говорим, как есть. И поэтому нас надо слушать. И мы-то знаем. Мы-то знаем ситуацию на рынке отлично. Мы знаем хорошо. Поэтому давайте сядем за диалогу в стол. Пускай обоснует. Мы обоснуем. Соберем всех... Все сферы отрасли, все сферы экономики. И с этим Министерством сядем и мы обоснуем. Я думаю, в этой беседе, в этой диалоге мы выиграем. Ну а что, вам не дают привлекать рабочую силу из-за рубежа? Вам вопрос. А вы знаете, что не дают? Нет, я вот у вас спрашиваю. Вам не дают? Вы говорите, есть проблема. Мы не хватает кадров. Ваши решения. Проблема-то в чем? Вам это дорого. Создают какие-то препоны бюрократические. В чем проблема? Привлекайте из-за рубежа. Вы не обижаетесь за такое ощущение, что вы как будто не живете в этой стране. Конечно, здесь привлечение сегодня иностранного специалиста ограничено. Сегодня, чтобы привлечь одного специалиста, стоит около 400 тысяч тенге в год. А в Москве и в других регионах той же России, привлечение одного иностранного специалиста оплачивать патент в стоимости 4 тысячи рублей. Это 25-26 тысяч тенге в месяц. И он легализуется. А в регионах где-то полтора тысяч рублей, соответственно, намного меньше. И они легализованно работают. Деньги идут в бюджет. Почему нам в такую сферу, в такой формат не перейти на патентный способ, а не 400 тысяч тенге платить? И тем более, квотируются эти иностранные рабочие, иностранные специалисты. А кто к квоту попал, тот приобретает. Кто к квоту не попал, тот не приобретает. Ну, сама процедура еще привлечения через эти квоты очень сложная. Это надо заявку подавать, это надо оформлять. Гораздо проще. Человек пришел, патент заплатил, он работает. Зачем эти лишние процедуры? А экономика и строительство, и сельскохозяйство, любая сфера не может ждать, пока мы это оформим. Надо осваивать, надо перерабатывать, надо. Та же производственная часть. У нас ребята тоже, которые в нашем союзе состоят, они говорят, в союзе обрабатывающие изделия из граита и мрамора. Они говорят, мы сами, как директора сидим, сами обрабатываем у станка эти детали. Ну что ж, понятно. Тогда скажите, пожалуйста, что будет в ближайшее время с рынком недвижимости? Вот ваш прогноз. Потребность есть в рынке недвижимости. Вы сами видите, что недавно информация прошла, что вновь цены подорожали. Мы об этом говорили, что не было, вот за 20 лет развития строительного рынка никогда не было, чтобы цены упали. Они падают, потом поднимаются. Падает незначительно, а поднимается, если падает на 10%, поднимается на 20%. Поэтому, конечно, в связи с падением курса тенге, с удорожанием доллара, так как мы где-то 55% материалов заводим за границей, а это валюта, это связано со стоимостью, и, конечно, будет подорожать строительство. Ну, вот наверняка многим зрителям будет интересно узнать, можно ли сегодня вкладываться вообще в недвижимость. В связи с зависимостью курсов, зависимостью тенге от многих факторов, граждане не знают, где, в чем и как хранить свои сбережения. Вот скажите, сегодня выгодно хранить сбережения в квадратных метрах? Если да, то озвучите все условия, все нюансы. По этому вопросу я очень четко, очень подробно описал в своем инстаграм-странице и на странице в фейсбук. Около 420% можно получить выгоды в течение 5 лет, если человек вкладывает. Это самый такой ликвидный сегодня способ сохранить свои деньги. Даже хранение денег в золоте или хранение денег в банке столько не приносит выгоды, как хранение денег в недвижимости. Посмотрите, обратите внимание, на моей странице есть, все подробно я описал. Ну вот в противовес такое мнение, как вам, ну вы знаете, что пандемия изменила привычки людей, поменяла и в корень отношения к формату работы. Например, компании отказываются от аренды дорогих офисов, вместе с тем и у людей меняются ценности. И до пандемии многие просто не готовы уже отказывать себе в качестве жизни в угоду той же ипотеке. Таким образом, некоторые аналитики говорят, что скоро на рынке недвижимости ажиотаж закончится. Вот у нас не так давно было, кстати, интервью с риэлторами, да, с ассоциацией. Вот они, к слову, прогнозируют, что ажиотаж закончится, а избыток предложения останется. Вот что вы скажете на этот счет? Смотрите, у нас 40% населения проживает в сельских населенных пунктах. Согласно мировой практике, 15% будет проживать, остальные, получается, 25% перейдут в большие города и областные центры. Это во-первых. Во-вторых, идет прирост населения. В-третьих, у нас более 2,5 миллиона человек нуждаются в жиле. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, и у них нет накопления. Из этих плюс 800 тысяч это имеет накопление жилоспроизбережения в банках. Поэтому в общей сложности где-то 2,5-2 миллиона 800 нуждаются в жиле. Этих людей надо уничтожить потребности. В основном, конечно, с учетом развития цивилизации, с учетом развития больших городов, они будут стремиться попасть и жить в больших городах. В столице и в других больших городах. Поэтому потребности есть, вкусы у людей растут, наши люди становятся более грамотными, и требования тоже растут. И само строительство тоже развивается, не стоит. Согласно самих требованиям людей, самих вкусов людей. Вот в среднем вот такая картина. Я думаю, как потребность будет пока, пока у нас есть спрос. Примерно, можете назвать сроки потребности? 5, 10, 20 лет? Если мы с таким темпом и будем строить, то это будет потребность еще 20 лет. Если только мы удовлетворим наши потребности. Можно, конечно, удовлетворить потребности людей за 10 лет. Но тогда мы должны в область строительства вкладывать около 3 триллионов деньги ежегодно. Сегодня вкладывается где-то 1,5 триллиона. Что ж, Талгат Фазюлевич, благодарю вас. Всего вам доброго. Ну а я напомню, что в эфире были Талгат Ергалеев и Регина Ким. Мы обсуждали проблемы и трансформации рынка недвижимости в Казахстане. Продолжение следует...